Всем привет, с вами Денчик и сегодня я расскажу о своем PvP билде в игре Division 2. Погнали! Так, билд через арбалет, броня у меня 185 тысяч, 186 здоровья, 32 тысячи. Мой билд строится вокруг двух талантов. Напряжение. Это урон от критических попаданий повышается на 10%, за каждые 5% брони потеряны агентов. Требует 5 или менее пули. И второй талант страховка. Убийство цели улучшает действие всех ремонтных и лечебных эффектов на 150%, сроком на 20 секунд. Соответственно у меня 5 пули, 3 брони, 3 электроники. Кто не понял, сейчас все объясню. На каждой шмотке у вас есть вот такие характеристики. Желтая, синяя и также есть красная. Желтая это электроника, синяя это броня и все защитная. Пуля это шанс крита, урон, урон в голову, урон элитки и так далее. Все характеристики суммируются и получается вот такая таблица, ну или круг, вокруг вашего балла. 5, это значит у меня 5 характеристик пули. 3, это 3 характеристики брони и 3, у меня 3 электроники. Насчет оружия. Первое, это Ктар. Самая оптимальная штурмовая винтовка в этой игре. Она имеет и стабильность, и точность, и скорострельность. Соответственно я ее выбрал специально для этого билда. Первый талант напряжения, мы уже поговорили о нем. Второе, скорострельность. Ну и третий талант, как попадется. У меня, например, подзарядка. При использовании этого оружия, объекты навыков, установленные с полной броней, получают плюс 25 к длительности, числу зарядом и боезапасу. Прицел у меня, плюс 10 урона открыта, минус 10 урона элитным. Отличный прицел для ПВП. Второй вариант прицела, это плюс 12 шанс крита, минус 10% голову. Глушитель, плюс 20 меткость, минус 5 урона элитным. Рукоятка или ЛЦУ, плюс 10 шанс крита и минус 10 стабильности. На магазин я ставлю плюс 30 боеприпас, минус 10 скорострельности. Далее переходим к броне. Это фирменный комплект Фенрис Групп АБ, либо просто Волк. У него имеется характеристика плюс 10% урон от штурмовой винтовки. КТАР, это штурмовая винтовка, соответственно мне нужен урон выше. Далее, характеристики на нем попали 6,5 шанс крита, 5,800 дополнительная броня и 19,5 урон от выстрелов в голову. Таланты на нем Берсерк, увеличение урона от оружия на 10% за потерю каждые 10% от максимума брони агента. Второй талант это Закаленный, броня плюс 10%. И вставка урона штурмовой винтовки 4% и урона пистолета, ну такая вот она выпала. Далее, рюкзак это Альфа, она дает меткость и урон от выстрелов в голову за 2 шмотки. Характеристики на рюкзаке 8,5 урон от оружия и 3,900 дополнительная броня, ну пусть 4000. Что по талантам, это Страховка, увеличение лечебных навыков на 150% и Закаленный, броня плюс 10%. Дальше переходим к Перчатке, также Альфа, за вторую вещь я получаю урон от выстрелов в голову 10%. Также характеристика 10% урона штурмовой винтовки, КТАР это штурмовая, еще раз напоминаю. Талант на Перчатках, каждое критическое попадание, восстанавливает 15% здоровья и 2% брони. Конечно, у меня есть Перчатки 12% урона штурмовой, но сюда не калибруется этот талант, не знаю почему, глюк наверное игры. Далее переходим к Маске, она у меня от фирменного комплекта Виверн, за 3 вещи я получаю урон от крита 7%, Сила на Вакадрон плюс 15% и Шанс крита плюс 10%. Маска у меня с Силой навыка 570 и Здоровье 5900. Талант на нем Сила навыка плюс 10%. Далее переходим к Абура, также от Виверны, характеристики 13% шанс крита, талант урон за стрел в голову плюс 15%. Далее переходим к Олени, 9% ускорения восстановления и талант маскировка. Если вы полностью лишаетесь брони на соседние объекты вражеских навыков, накладывается заморозка длительностью 10 секунд. Фиг действует раз в 30 секунд. Требование 5 или менее батарейки. И вторым оружием я использую Вектор СБР 9 мм. Таланты, также напряжение, урон от крита повышается на 10% за каждые 5% брони потеряно агентом. Скорострельность, ну и пушка, дополнительный талант, который так попадает. При использовании этого оружия дальность бросков увеличится на 10%. Ну вот тут имеется ввиду дальность бросков гранат. Что по обвесам? Шанс крита минус 10 в голову. Дула плюс 20, урон от крита минус 10 стабильность. Элцу плюс 10, шанс крита минус 10 стабильность. Магазин плюс 10 боеприпаса и минус 5 шанс крита. Таким образом брони у меня 186 тысяч, здоровье 33 тысячи. Сила навыка 627. Также можно попробовать в этом билде доработанный п416. У него урон как видите выше, у ктара 12.3, у здесь 16.8. Но здесь скорострельность 675, у ктара 900. В пвп я использую дрон защитник. Так как на виверне у меня силу навыка дрон плюс 15%. Соответственно мой дрон мощнее на 15%. По ситуации используется щит крестоносец, который может использоваться с ктаром или с ппшкой. Либо химустановка помощник, которая может тебя хилять. Если зайти в статистику, сюда заходим в инвентарь и нажимаем Е. Появляются таланты снаряжения. У меня работают все 12 талантов в этом сете. На ктаре у меня урон 12.300, шанс крита 40, урон открыта 42, в голову 99%. На векторе урон почти 7000, шанс крита 60, урон открыта 52, голова 85. Что касается специализации, я выбрал эксперт по выживанию. Либо арбалетчик, либо выживальщик, кому как удобнее. Из-за того, что здесь есть увеличение урона от штурмовых винтовок на 15%. Соответственно, ктар это штурмовая винтовка. И выбирая арбалетчика, ты получаешь плюс 15 урона к своей винтовке. Также есть талант массовый ремонт. Бронекомплект устраняет повреждения в течение 5 секунд, а не мгновенно. При этом его действия распространяются на всех членов группы в радиусе 10 метров. Также здесь есть военная медицина. Повышение эффективности, оказывая медпомощи на 15%. Также здесь есть талант эксперт по выживанию тактическая связь. Это где члены группы получают 10% к урону цели, на которой действуют негативные эффекты, например огонь. Поэтому эксперт по выживанию отлично подходит для этого билда. Также можно использовать специализацию метки стрелок. Здесь есть талант увеличения урона от выстрела в голову на 25%. Теперь я взял специализацию снайпер. У меня урон от оружия снизился с 12 300 на 11 тысяч. И урон выстрела в голову поднялся на 124%. Конечно я могу заменить кабуру. У меня сейчас кабура стоит шанс крита и урон в голову. Я могу поставить урон от критического попадания, плюс урон от оружия. Но для того, чтобы у меня вылетали криты из ктара, мне нужен шанс крита. Поэтому талант напряжения завязан на шансе крита. Если я сменю прицел, плюс 12 шанс крита, минус 10 в голову. То у меня получается 52 шанс, 32 урона от крита и 90 в голову. Еще у ктара, либо у других штурмовых винтовых, дальность критического удара от 10 до 45 метров. Учитывайте это. У пистолетов пулеметов дальность крита удара от 0 до 30 метров. Также вместо вектора 9 мм можно использовать вектор 45 АЦП. У него высший урон, но меньше магазин. Сейчас отключу нормализованные параметры. Это будет как в конфликте, либо в темной зоне. Броня у меня 185 тысяч. Включаем 158 900 и здоровье 31 200. Еще раз говорю, это первая версия моего билда. Впереди нас ждет пятый этап. Пятисотый балл. Новое снаряжение. Новые сеты. Возможно новые бренды. Так что все впереди. Будем исследовать. Будем делать новые гайды. Что ж, на этом все друзья. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться и ставить лайки. Можете оставить свои комментарии по поводу билда. Увидимся в темной зоне и на стримах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok